Всем привет! С вами мистер Бритва. И сегодняшнее бритье будет немного в ином формате. Я бы хотел предоставить вам возможность посмотреть, как же происходит, так скажем, весь процесс подготовки к самой процедуре бритья. Именно с моей точки зрения, с моего ракурса. Расскажу и более подробно покажу, как и что я делаю. Можно будет проследить определенную, так скажем, очередность и последовательность моих действий. И если вам понравится этот формат, мы его введем для будущих обзоров. Если то, что я сейчас вам покажу и расскажу, вам не понравится, не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях, и я верну тот формат, который до этого практиковал, который до этого, в принципе, был на канале, и который до этого помогал нам в создании видеообзоров и в, так скажем, различных процедурах удаления щетины. Так вот, начнем с помазка. Помазок по голосованию, который я устроил и на самом ютубе, и в моей группе ВКонтакте, было предложено для голосования два помазка от одной и той же компании Frank Shaving. То есть, сначала я предлагал вам синтетику, и затем предлагал вам барсука. Из этих двух, так скажем, типов ворса, вам необходимо было выбрать, какой помазок вам хотелось бы увидеть в первую очередь, ну и, соответственно, на втором месте оказывается помазок, тот, который будет показан во вторую очередь. Все, так скажем, в группе ВКонтакте, подавляющее большинство из тех людей, которые голосовали, отдали свои голоса за синтетику. Я посмотрел, что творится в голосовании на самом ютубе, ну и, в принципе, с перевесом всего в 2%. Соотношение было 51 на 49, победила синтетика, поэтому синтетику буду показывать. Более подробно о синтетике Frank Shaving поговорим в процессе бритья, потому что для меня это помазок новый, для меня это неизведанная, так скажем, диковинная вещь, которую нам необходимо с вами понять и раскрыть ее потенциал в ходе забривок. Так вот, отправляем синтетику на замачивание. Прежде чем это сделать, хочу сказать, что здесь довольно такая стандартная ручка под традиционные старые английские бренды, типа Kent, типа Simpsons, то есть форма самой ручки напоминает форму PK-47, которая издавна была на вооружении у англичан. Вор здесь синтетика, размер узла 24 мм, ну и компания Frank Shaving заявляет о том, что якобы их синтетика превосходит знаменитую синтетику компании Müller. Посмотрим, как справиться с поставленной задачей данный помазок. Я же его сейчас в обычном вот таком вот пластиковом стакане отправляю на замачивание. В стакане обычная вода из-под крана. Взбивать сегодня буду пену вот в такой вот чаше. Чаша форумная. По чаше, в принципе, думаю, рассказывать дополнительно ничего не следует, потому что это уже сделал до этого. Все размеры, все характеристики этой чаши давным-давно нами обговорены. Мы все, мы уже это дело обмусолили неоднократно. Думаю, что повторяться и тратить на это время сейчас мы с вами не будем. Помимо чаши и помазка в тестировании, также будет участвовать у нас сегодня вот такое вот мыло. Компании Сапонифичио Ворисина. У нас сегодня конкретно мыло Доломити и серии Black Edition. То есть, само по себе мыло черного цвета. Здесь у нас бета-4.0. Насколько я знаю, это номера партий. Есть бета-4.1, бета-4.2 и бета-4.3. Является, насколько я знаю, в данный момент самой совершенной и самой свежей партией мыла. В данный момент в руках у меня находится пробник, который любезно когда-то давным-давно на развитие канала, на, так скажем, разнообразие бритвенных обзоров, высылал Алексей, за что ему огромное спасибо. Средством после бритья будет вот такой Клабман из новой линейки Брэнди Спайс. Я его, так скажем, из фирменной тары перелил вот в такую вот бутылку, так как покупал один большой флакон на двоих с товарищем, поэтому здесь у меня лишь половина. Серия Брэнди Спайс, Клабман Спешл Резерв. Это After Shave Lotion. Будем его сегодня тестировать, будем его сегодня пробовать. Ну и о результатах этого тестирования я вам обязательно расскажу максимально подробно всё как есть. Станком я выбрал сегодня вот такой Франкенштейн, который собран из двух, так скажем, деталей от разных станков. Ручка у меня от станка Разорок Герман Слан 37. Это металлическая ручка из нержавеющей стали, сделана по типу Бульдог. Есть соответствующая накатка. Выглядит, в принципе, ручка довольно-таки стандартно. Таких ручек на рынке у разных компаний предостаточно. Здесь ничего необычного, ничего примечательного нет. Голова станка от компании Pearl. Второй версии SSH-02. Насколько я помню, она идёт по заводу. Это гребёнка, то есть голова открытого типа. Вот так она выглядит сбоку. Голова выполнена из плава. И к этой голове есть у меня определённые претензии, связанные с неравномерным вылетом лезвия. Что касается лезвий. Сегодня решил всё-таки испытать судьбу и побриться вот такими вот лезвиями Rapira Шведская Суперсталь. У меня к компании Rapira есть определённый негатив. Связан он с тем, что лезвия Rapira Platinum Lux мне не подошли, не смог побриться ими ни разу. Решил попытать, так скажем, удачу, испытать судьбу и взять сегодня шведскую Суперсталь. Возможно, эти лезвия выполнены качественно и будут брить и адекватно работать по моей щетине. Я повторюсь, этого не знаю. Не исключаю, что бритьё может у нас с вами пойти не по плану. Но давайте всё-таки пробовать. Потому что наше хобби всё-таки, так скажем, подразумевает определённые тестирования, подразумевает определённые тесты, различные манипуляции. Ну и в принципе, думаю, вам будет интересно понаблюдать за моим опытом. С обратной стороны есть кармашек для использованных лезвий. Я об этом рассказывал в видео про наутилизацию лезвий. Многие почему-то стали противиться моему видео. Начали придумывать якобы информацию о том, что это кармашек для открытия самой пачки. Но, ребят, давайте будем взрослыми и адекватными людьми. Не будем лохматить лялечку. Всё-таки есть у пачки нормальная, адекватная открывашка, которая выполняет роль, так скажем, двери. И роль доступа к самим лезвиям. Поэтому этот кармашек для открытия пачки, как вы видите, здесь не предназначен. Он предназначен именно для того, чтобы открывать... Не открывать, прошу прощения. Для того, чтобы класть сюда использованные лезвия, для открытия пачки компании Eropira предусмотрен вот такой вот интересный, удивительный ярлычок, который открывается, ну и, в принципе, обеспечивает доступ к самим лезвиям. Вынимаем из пачки лезвия. Пачка картонная, в пачке 5 лезвий. В принципе, здесь ничего для вас нового, ничего удивительного нет. Кармашек с лезвиями остался позади. И сам конверт полностью повторяет оформление пачки. С обратной стороны указывается информация о том, что лезвия ни в коем случае не вытирать. Открываем само лезвие. Здесь два конверта. Один картонный, другой вот такой вот из вощенной бумаги. Вскрываем лезвие. Берём наш с вами станок. Откручиваем его. Вставляем лезвие. Зажимаем нижней плитой. И пытаемся лезвие выровнять. Но, как вы видите, всё равно это сделать до конца не получается. Вылет у станка всё-таки разный, ввиду кривой геометрии самой бритвенной головы. Вылет с одной стороны больше, с другой стороны меньше. Получился такой станок с регулировкой угла атаки. Одна сторона будет брить мягче, другая сторона будет брить агрессивнее. Тем интереснее будет наш с вами сегодняшний обзор. Думаю, что наша с вами синтетика уже напиталась влагой. Вот что из себя представляет помазок после замачивания. Не сильно густая, не сильно плотная набивка у узла. Посмотрим, как она будет работать. Немного кончики помазка всё-таки окунул во влагу. Помню, что мыло от воресина любит воду. Будем вот такие вот движения круговые делать. По часовой стрелке, против часовой стрелки, чтобы загрузить помазок. И чтобы обеспечить два комфортных прохода пеной высшего, так скажем, качества, пеной хорошего такого плотного, густого состояния. Я сейчас буду делать забор этого мыла. Далее мыло буду доводить до состояния кондиции в чаше. Ну и затем переставлю камеру и будем бриться. Посмотрим, что же из себя представляет мыло в работе. Посмотрим, как помазок будет справляться с поставленной задачей. Ну и большой, у меня так скажем, интерес, большая интрига связана с использованием лезвия рапира. На самом деле, люблю лезвия данного завода. Очень нравится LADOS. Другие лезвия, к сожалению, мне не очень хорошо подошли и оставляют желать лучшего. Обращаю ваше внимание на то, что мыло, несмотря на то, что изначально оно идет черного цвета, пена все-таки получается из него белоснежной белой. Пена получается плотной, густой, сразу уже в этой баночке, сразу в таре из-под пробника. Сейчас буквально еще секунд 10 поработаю по мазкам. Дозагружу его необходимой пеной, чтобы нам с вами хватило на два прохода. Ну и перейду к взбиванию в чаше. Дабы сэкономить немного ваше время, сейчас я отключусь и спустя какое-то время к вам вернусь. Ну вот, ребят, что у меня получилось. После того, как немного поработал с мылом в чаше, синтетический помазок, в общем, в принципе, взбил пену до состояния сметанообразного. Несмотря на то, что мыло веганское, то есть используются только продукты исключительно растительного происхождения, то есть продуктов животного происхождения здесь нет от слова совсем, пена получилась сметанообразной, тягучей, очень плотной, и эта пена визуально очень-очень сильно мне нравится. Смотрите, в принципе, пена такая, что помазок в этом всем деле стоит. Думаю, что больше делать ничего не потребуется. Скажу лишь только то, что мыло очень любит воду, и чем больше воды здесь добавлял, тем лучшего качества и лучшей консистенции вышла пена. Пена, повторюсь, жирная, тягучая, очень-очень хорошая по своим, так скажем, свойствам. Надеюсь, работать она будет не хуже, чем выглядит. Это что касается у нас пены. Вот наш пробник. Думаю, что здесь его еще хватит на несколько раз, поэтому в следующий раз буду его использовать непосредственно для приготовления пены сразу на лице. Томить вас долго не буду, пена на нас готова, лезвие находится в станке, материал для бритья уже есть, поэтому давайте я сейчас быстро переставлю камеру, и, собственно, займемся основным процессом, процессом, ради которого все мы здесь сегодня собрались. Итак, ребят, я к вам вернулся, переставил камеру. Вот что у нас с вами в чаше. В принципе, и помазок, и пена пока что меня радуют. При промывке помазка, у меня из помазка, кстати, выпал один волос, и из барсука, и из синтетики по одному волоску выпало, больше потерь не было замечено. Сейчас посмотрю, вроде в готовой пене ничего такого лично я на данный момент не вижу. Лицо свое умыл, и сейчас будем его брить. Растительность, по-моему, три дня, но с прошлого видеообзора я в любом случае без вас не брился, отращивал щетину, ну и, в принципе, вынашивал мысль о том, чтобы немного разнообразить жизнь канала, ну и поиграться с возможными ракурсами, что-то придумать новое, чтобы и вам, и мне не приедалось одно и то же. Надеюсь, вы мои труды и старания оцените. Если же нет, в любом случае, прошу вас не молчать, не оставаться в стороне, и делиться своими мыслями о том, что происходит на канале, потому что снимаю я, в первую очередь, для вас. Аромат мыла очень тонкий, интересный, сложный и парфюмированный. То есть, это такой хороший, густой мужской парфюм, но его, так скажем, сила не напрягает, не давит, не доминирует, поэтому, в принципе, аромат хороший, сложный, многогранный, но он не заполняет с собой все помещение, не душит и не становится такой, знаете, тяжелой завесой в помещении. Интересный парфюмированный аромат, в принципе, у Ворисина простых мыл я не встречал, у меня есть вся линейка пробников с разными версиями разных поколений. Помните, вот это вот бета, которое было указано на упаковке? Есть разные, есть посвежее, есть по старше версии, но, тем не менее, на канале они есть. И рано или босно будут показаны абсолютно все. Думаю, что на этом пены у меня более чем достаточно, нет смысла. Дальше мучите себя и вас, давайте бриться. Очень интересно, как все-таки отработает лезвие в этом станке. Ну, вообще, в принципе, интересно узнать, от чего так многие пищат, потому что, повторюсь, рапира платинум люкс мне не подошла ни в одном станке. Хотя через мои руки прошло несколько десятков станков, но и, в принципе, попыток подружиться с этим лезвием было более чем достаточно. Так, первый... Первый проход по росту... Ребят, бреет! Бреет! И причем очень даже недурственно бреет. Я сейчас использую ту сторону, где вылет лезвия больше. Сторона, где небольшой вылет лезвия, к сожалению, работает не так хорошо, не так четко, как хотелось бы. Но, тем не менее, работает. В прошлом своем видео я говорил о том, что не знаю, как поступить, то есть чередовать обычный станок с Г-образным мангустом, либо выпустить серию из множества видеороликов, в котором мангуст будет показан во всей красе. В принципе, я решил поступить следующим образом, исходя из того, что вы мне написали, исходя из того, что писали многие из вас в личные сообщения, под видео, ну и в различные мессенджеры. Кто-то писал, что необходимо станки чередовать, кто-то писал, что необходимо сначала снять видеообзор и поставить точку в одном станке, далее переходить к другим бритвенном аппаратам. В общем, я пришел к выводу, ребят, что мы... поскольку у меня один Г-образный станок в виде мангуста. А Т-образных станков великое множество, включая станки, которые еще ни разу не были показаны на канале. Думаю, что лезвия и станки Т-образные я буду чередовать. То есть, будет выходить, допустим, одно видео с мылом в чаше, другое видео с этим же мылом, но на лице. Если это видео будет с Т-образным станком, то станки будут меняться. А если видео будет с Г-образным станком, то станок будет один и тот же, дабы максимально в нем разобраться. Ну вот, ребят, я остался жив и даже щетина стала на лице визуально меньше. Сейчас я умоюсь и второй проход будем к нему приступать. Вот что у нас творится в чаше, то есть, пены еще здесь как минимум на два бритья есть. Набил я пену много, хотя забор мыла был у меня по времени не таким большим, ну и синтетика в принципе не сильно, так скажем, большой имеет аппетит, поэтому, как только вы берете помазок из синтетики, сразу сталкиваетесь с экономией пенообразующих средств. Но не всем, включая мне, нравится синтетика. это все-таки натуральные материалы, помазки из натуральных материалов, мне нравятся чуть больше, чем синтетическая искусственная микрофибра. Обратите внимание, каким слоем ложится пена, то есть, мыло, не сказать, что по такой вот пене, не сказать, что мыло веганское. такое пену обычно дают хорошие жировые сорта мыл, а здесь мыло растительное, но тем не менее пена даст фору многим жировым. Отличное недооцененное мыло вот известного производителя, но, к сожалению, на ютубе, насколько я заметил не так много обзоров на подобную продукцию. Ну, смотрите, просто можно сделать замки и лепить снеговиков из такой жирной плотной пены. Продолжаем тестирование лезвия. Первый проход на самом деле оставил очень приятное ощущение и первый проход заставил меня даже немного подумать над продукцией данного завода. Возможно, раньше мне не везло или, возможно, сейчас мне очень сильно повезло с конкретной партией лезвий, потому что, повторюсь, до этого лезвия были настолько тупыми, что просто висли на щетине и с бритья я физически не мог, потому что попытки сдвинуть станок с места приводили к тому, что просто волоски из кожи выкорчевывались. в данный момент происходит и бритье и это бритье кстати очень даже неплохое и с точки зрения эффективности и с точки зрения безопасности. Но вот небольшой порез все-таки имеется. не будем к этому особо придираться. Все-таки то, что лезвие начало брить и даже на втором проходе продолжает брить это уже считаю великое чудо. У меня есть все виды рапиры, которые когда-либо выпускались этой компанией поэтому думаю что не исключено что в ближайшем будущем устроим тур по продукции мосту Члегмаш. на подбородке с учетом того, что щетина жаще и ее больше сталкиваюсь с некоторой проблемой при выбревании все-таки комфорт немного ниже чем было до этого при бритья щек текста опять-таки не будем сильно придираться к лезвию потому что цена на рынке в данный момент на эту продукцию смешная по цене и товар как говорится поэтому здесь то что лезвия бреют и за их так скажем за них на рынке просят смешные деньги каких-либо вопросов и претензий здесь думаю что выдвигать не очень целесообразно я вижу определенные пропуски небольшие но в некоторых местах они есть поэтому стараюсь станком все максимально смотрите все-таки есть небольшие порезы либо я поспешил либо все-таки лезвие ну дает о себе знать качество его заточки умываемся ребят и завершаем видеообзор потому что есть мне что сказать по результатам сегодняшнего бритья и я не знаю Ну вот, ребят, я побрился, сделал это довольно-таки неплохо, но во время умывания все-таки небольшие шероховатости местами есть, и выскабливаться в ноль я не буду, ввиду проблематичности и проблемности своей кожи. Дабы не нагнетать обстановку, все-таки бритье, пусть не самое-самое чистое, но зато кожа лица после бритья, да и в течение завтрашнего дня, надеюсь, что ругаться не будет. Побрился я по пятибальной шкале на добрые 4,5, этому способствовала связка из тонка с лезвием, этому способствовала и косметика, которая сегодня была, потому что рабочие характеристики были на достаточно высоком уровне. Итак, вот что у нас осталось с вами в чаше из пены, приготовленной из мыла варисина. По мылу варисина, я думаю, что окончательный вердикт я смогу вынести в следующем видеообзоре, когда использую это мыло, приготовив пену непосредственно на лице, сравню сегодняшние, так скажем, ощущения и те ощущения, которые у меня будут в следующий раз, и сделаю полноценный вывод по данному продукту. Думаю, с учетом того, что помазок используется мною в первый раз, то же самое касается помазка. Поработаю с ним на лице и сделаю более-менее адекватный вдумчивый вердикт. Пока и помазку, и мылу я поставил бы пятерки, посмотрим, как изменится мое мнение к следующему видеообзору. Давайте использовать средство после бритья. Это интересный, необычный продукт. Клабман Резерв из серии бренди Спайс. Он у меня в неродной таре, поэтому родную тару оценивать не будем. Будем оценивать только рабочие характеристики данного продукта. Хорошо спиртовой лосьон. Спирт здесь очень даже хорошо чувствуется. И ощущается выше среднего. В этом плане, насколько я помню, все Клабманы схожи. Прошу прощения. В этом плане Клабманы между собой все схожи. Содержание спирта в них выше среднего, поэтому при нанесении на кожу лица после бритья, ощущение спирта дает о себе знать. Это чувство жжения очень быстро проходит. И остается такой легкий-легкий слой лосьона, который, надеюсь, что в ближайшем времени впитается. По аромату. То есть, ну, следует отметить, что в составе нет ментола, и чувства охлаждения нет никакого. По аромату это все-таки яблочный сидр, это карамель, и это ваниль. То есть, такой достаточно сладкий, достаточно густой, яркий аромат, который в совокупности со спиртом наводит на мысль о том, что как будто вы какую-то ромовую бабу едите, потому что здесь вот смесь именно такой кондитерской ноты, сладкой, такой направленности аромат. Очень неплохой аромат. По стойкости я его уже тестировал. Держится, ребят, не поверите, весь день. Держится шлейф от данного продукта. По рабочим характеристикам оценил бы я этот лосьон на 4 балла ровно. Небольшая сухость присутствует, ввиду того, что уходовых компонентов в составе немного. Доля спирта достаточно высокая, поэтому в холодное время года и людям с проблемной кожей я бы не советовал использовать данный лосьон. Если у вас нормальная либо жирная кожа, все-таки думаю, что есть смысл попробовать, потому что такую стойкость аромата и такой, так скажем, колорит, такой широкий диапазон запахов, ну, пока что, насколько я знаю, доступен только у компании Клабман. Что касается станка с этим лезвием, думаю, что в следующий раз я поменяю и станок, и лезвие, и посмотрим, как новая связка будет работать в условиях, так скажем, бритья по моему лицу с моей щетиной. Исходя из всего того, что было сегодня, ну, я поставлю этой связке крепкую четверку. На самом деле, для меня большой загадкой и приятной неожиданностью стали лезвие Рапира Шведская Суперсталь. Этих лезвий, так скажем, у меня небольшой запас есть. В свое время получил их совершенно бесплатно от одного очень хорошего человека. И думаю, что будем использовать эти лезвия в других станках. По состоянию кожи лица, то есть момент нанесения спиртового лосьона, я почувствовал легкий дискомфорт. Все-таки немного кожу лица я травмировал. По бритью, повторюсь, не очень чистое бритье. В местах есть шероховатости, но с учетом цены лезвия, думаю, что это простительно. Поэтому в этой связке я поставлю крепкую 4. Поиграем различными связками с этими лезвиями в других станках и более подробно смогу все-таки рассказать вам, что это за зверь в лице Рапиры Шведской Суперстали. На сегодня бритью окончено. Я подвожу к концу свой видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и пишите комментарии по части нового формата. До новых встреч, всем пока-пока.